Из провинции Салерна мы переехали в провинцию Казенца. И теперь, сейчас мы находимся на винном хозяйстве, агротуризму. И покажу вам сначала, кстати, собаки. Собак здесь очень много. И собаки к нам прибежали встречать нашу машину, как только мы сюда приехали. Смотрите, какие милые животные. Если я хорошо помню, то вот этого пса зовут Бурра. 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 Да. И Бурра переводится как масло. Представляете, какое его вкусное имя. Покажу наши апартаменты. Не знаю, если можно назвать апартаментами. Да, апартаменты. Все-таки это не комната. Здесь, конечно, очень здорово. Мне нравятся такие места. Смотрите, какие здесь ковры. Это типичные местные, местного производства. Очень все декорировано со вкусом. Такие маленькие детали, но они очень даже кстати здесь. И рассказывают о традициях местных и местной культуре. Здесь написано так интересно. Не года, но знания весят и их можно измерять. Так как это винное хозяйство, то, естественно, имеет место в такой бутылке. И смотрите, какой вид. Агротуризм называется Тенута Пачелли. И здесь производят вино местное. Также оливковое масло. У них есть еще небольшой сад, такой огород. И выращивают вишню. Сейчас покажу одну комнату. Здесь в этих апартаментах две комнаты. Но вот, например, в той комнате сейчас отдыхает перепалу. Поэтому я не хочу заходить. И пусть отдыхает человек после дороги. Не будем его беспокоить. Тенута Пачелли, насколько я знаю, как я читала, управляют этим винным хозяйством и агротуризмом. Три сестры, они нам предложили сегодня вежливо поужинать у них в агротуризме. Так что мы посмотрим. Это совместные продукты. Когда вам предлагают что-то подобного, то я советую соглашаться, потому что это лучший способ попробовать все самые крю, соки этого региона или места, куда вы попали. Смотрите, как красиво. У меня впечатление, что здесь кто-то из сестер рисует, потому что очень много даже в той комнате таких акварелей. Наверное, кто-то из них занимается или занимался, или им просто нравится искусство, живопись. Ну и туалет. Туалет я не буду снимать. Если выйти уже наружу, то первое, о чем нам, что привлекает внимание, по крайней мере, и мое привлекло внимание, это вот это здание. Нам обещали его показать поближе, потому что оно имеет ценность. И это не что иное, как казино. Но не место, где играли, а это место, где останавливались после охоты. Приезжали в такие деревни, небольшие городки. И казино, охотничье казино, это место, казино вообще от слова, что там собиралось все по теме охоты. Казино — это беспорядок. Поэтому такое название. Но оно относится к XVIII веку, и его поместили в леса специально, чтобы обезопасить фасад. Видимо, он причиняет очень много проблем. Позже с дядей, если я хорошо помню, нас встречала одна из сестер Пачелли, и она сказала, что позже с ее дядей мы поговорим, и она объяснит более конкретно, потому что это очень интересно. Если посмотреть, то сбоку здесь среднеется такая небольшая башенка и архитектура, но любопытно. Любопытно было бы узнать что-то еще. Здесь дальше, как раз внизу, это вишневый сад. Вишневый сад, но сейчас август, вишневые уже собрали в мае. Здесь есть и река, но впереди. И самое интересное, что впереди вот эти вот все-таки темные поля. Они закрыты. И там выращивают желтые киви. Я такого никогда раньше не видела, но нам еще пообещали, что за ужином мы увидим много всего интересного из фруктов, которые растут здесь. Огородик местный, это впереди. И сейчас я приближусь к нему. Привет! 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 Смотрите, какие желтые. На самом деле, меня привлекли... Мое внимание привлекли такие кабачки. Они напоминают мне кабачки моего детства. Но в Италии, по крайней мере, в Центральной Италии, там в Тоскане, где живем мы, очень... Я до сих пор за несколько лет проживания не встречала цукини, да, но такой тип кабачка нет. А это, смотрите, какой фрукт интересный. Как будто бы... Как будто бы огурец, но вряд ли это огурец. Интересно, что же это такое. И мраморная подробная бутылка. Красивая. Чао! Хе-хе-хе! Такой хороший! Вот он огород. Нулевой километр. Конечно же, здесь все овощи, они не на продажу. Это для использования. То есть семья их использует. И что-то они используют в кухне агритуризма. То есть отдают в ресторан. Смотрите, какие баклажаны. Небольшие. Перунчино. Ой, привет! Боже! У меня лижут. Да, да. Привет, и ты. Господи, какие они дружелюбные. Красный перец. Красный перец. Острый красный перец. Чили. Пепперончино. И юг знаменит традиция использования Пепперончино. У меня резкое желание в Калабрии попробовать что-то такое типичное с использованием Пепперончино. Как говорит мой муж, калабрийцы Пепперончино едят чуть ли не начиная с завтрака. У них есть такое испытание. Перпало часто говорит, что если сарды, у них культура ножа, и когда мужчины встречаются, то в кармане пиджака или в кармане у них всегда есть нож, и они демонстрируют друг другу, у кого какой нож, по красоте сравнивают, то калабрийцы в карманах уже носят Пепперончино. И при встрече мужчин, конечно же, хвастаются своими красными перцами. Звучит, конечно, и интересно узнать, так ли это, и какие типичные блюда с этим овощем самые вкусные. И, конечно же, виноградники. Нам предложили, мы спросили, так как здесь достаточно сильные перепады высот, нам нравится заниматься и физической активностью в том числе. Нам предложили побегать здесь среди виноградников. То есть, зона, сама территория под... отданная под виноградник, под выращивание вина, и плюс еще там территория, где занимают... где есть посадки оливковых деревьев, она достаточно большая. И предложили нам побегать. Так что реализуем. Намного это будет лучше, чем спускаться сначала с холма, потом подниматься, учитывая, что все-таки мы на юге Италии, и здесь солнце, оно безжалостно, влажность здесь не так сильно чувствуется, но все равно это жара, и заниматься физической активностью, тем более бежать в жару, в подъем на холм, это еще то испытание, так что лучше этого избежать. Красиво? 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 Сейчас нам рассказывают об этом хозяйстве и агро-туризме, и позже будет дегустаться. Что ты говоришь? Поехали. Инклузо. Нет, не трогай, не трогай. Гайлопо, да? Гайлопо, да? Белый. Иначе это майлопо. Майлопо. Гайлопо, у него есть небольшая процентная лопо, но это практически 90-10. То есть, у него есть еще мэрлопо. А теперь, когда мы идем вновь, мы вынимаем. И вынимаем. 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 Но сегодня я делаю в гито в кантине. Мы делаем так, как и у меня, в аюте. То есть, как и этери витали, они были у него? Нет, нет, нет. Но они были у них, но они были у них. considera che la maggior parte ci li siamo ritrovati poi i miei genitori hanno deciso di piantare altre dici però già lo zoccolo 2 dell'avela lì c'era la vigna vecchia e poi l'abbiamo rinvigorita abbiamo trattata eterna bene tutti gli anni eccetera eccetera e quindi aria dato sui frutti pro ci Витинги очень старые, потому что они более 40 лет. Да, это огромный, огромный, огромный. В этом случае, видите, это снизу. Что используете это? Это кордонесперонат или гуио? Это кордонесперонат. А вот это было Сперонат. Мы сделали, до конца, до конца, до конца, еще Гуйо. То есть еще Гуйо, но это Сперонат. У вас есть какое-то алберное? Нет. В Калабрии не используется? Нет, потому что он не используется. Львово и дали партитуры. Си. Львово и фатикос. Львово и фатикос. Львово и фатикос, но не виноват. Сперонат. Львово и горячий. Уб one с львово и фатикос. Думаю, она что-то ред nar jugar. Они команды, Берные карти, Сардея не очень. Но, вероятно. Но, вероятно. Но, вероятно. Но, вероятно. Но, вероятно. Малвития, это маленький город. Нет, нет больше 300 облицователей. Похоже, есть все разные страны. Возвращение в 1.300-1.400. Мы хотели увидеть Малвития. Но, в сколько килограмм? 3 килограмм? 4 килограмм? 7 килограмм? Ах, 7 килограмм. Это мой пакет. Я хочу сказать, вероятно. Вы уже питаете? Мы не используем это часто. Барбера или барбареска? Барбареска. То есть, это... Нет, это мне не было. Я не слышал. Так, это вы знаете, что это барбера? Да. И затем я увеличился, до 3,360, я привел к 10 метров, потому что... 3,360. Субтитры делал DimaTorzok Друзья, я на утренней пробежке воспользовалась советом Лауры, который она мне дала, и действительно получаю массу удовольствия, потому что здесь одни виноградники, стоги сенок, например, здесь, и достаточно свежо облачно сегодня, поэтому солнце не так сильно бьёт. Не смогла пробежать мимо этой вывески, здесь написано Пачури, это деревушка Мальвиту Камуна Калабрии, внизу подпись Пиколопомпей Калабресе, небольшой калабрийский помпей. Вот так нужно оценить те места родные, где живёшь. Так нескробно приписали и так поэтично это звучит. Лесная дикая ежевика, а впереди все это деревья эвкалипта, но он не лечебный, он декоративный, и нам сказала Лаура, это именно тот эвкалипт, который используется для букетов. Партероса нахинитый. Напоминает мне детство, когда с двоюродными сестрами вместе с куста рвали ежевику и ели бабушку. Так спасибо. Грустов Saying that... артистопер Gillе По-скавямinar По-скавямinar По-скавям По-скавяминанию Привcot От постоянных в rate Пусти Кз 스 льва еще в матуре, но она не длится, особенно с тем, что климатичные характеристики в Калабре, на втором этапе витиньях, можно подумать, что она легче anticipается в конце августа, когда обычно в Италии. Когда в Италии, обычно, начинается на метео-сеттемре. Продолжение следует... Маленькое деревце мандарины. Очень аккуратно выглядят и на фоне виноградника. Очень красиво. Конечно же, вы слышали, что в Италии делают лимончелло. А вот в Калабрии плюсом производят ликер из мандаринов. Мандоринчино. Из-за того, что здесь выращивают мандарины, как, например, на этом винном хозяйстве. У этого винного хозяйства 11 гектаров. Здесь производят как красное, так и белое вино. Например, вчера мы попробовали замечательный рислинг. И в том числе здесь не каждый год, но в особо удачные года делают шампанское. Нам вчера тоже дегустации его представили. Это винное хозяйство семейное. Семья из Неаполя. По моим впечатлениям, они из аристократичной семьи. Как отец, так и мать. И у них две замечательные дочки. Как раз нам вчера давала советы и презентовала, проводила дегустацию Лаура. То есть, одна из сестер. Лаура, смотря на то, что семья достаточно обеспеченная, благополучная, это те итальянцы, которые стремятся реализовать себя в жизни, найти свое любимое дело. Она не стала жить за счет родителей, за счет их труда, за то, что они уже заработали в своей жизни. И она выбрала профессию журналиста. И уже несколько лет, 10 лет, как это точно, она вчера говорила, работает в этой индустрии. И работает она в Милане, то есть не здесь. Сейчас период достаточно особенный. У нас локдаун, да, это коронавирус. И, к счастью, у нее получилось еще весной переехать из Милана сюда. И переживать карантин, конечно же, лучше на такой красоте. Но она продолжает до сих пор работать. И замечательные люди. Я обратила внимание, насколько красива Клара, это мама Лауры. У нее глупые глаза и достаточно аристократичные манеры, манера разговаривать и то, как она себя ведет. Очень образованные и интересные люди. Это тот пример итальянцев, который всегда у меня вызывал уважение и симпатия. Продолжая, это мы с красным перцем, с пепперонтино. Вчера шутили по поводу того, что все-таки в Калабрии не гоже мне путешествовать без красного перца. Поэтому, смотрите, мне подарили целый пакет для пиронтина. Мы уже было уехали. Мне было неудобно напоминать о том, что мне пообещали. Мне казалось, что забыли про это. Но уже в дороге нам позвонили и сказали, что как же так, уже забыли. И мы вернулись. Очень мило.